Если вы Вкратце Вот такое огромное поле Но сейчас мы движемся По этому полю Ну и например Вот Highlander Который стоит Я не вижу прям Особой битости на нем У него есть Винкот Визуально он выглядит Вероятно Под утопленный Я не знаю Сложно По запаху тоже Да Это утопленник Но вероятно Их тоже могут отмывать Но он воняет Как будто бы он подутонул Визуально внешне тоже Но ни одного повреждения На нем нет Вот так это выглядит Ну вообще без повреждений Особенность этой парковки В том что все автомобили Находятся в открытом состоянии Абсолютно все И ты можешь подойти Обследовать каждый автомобиль Можешь посмотреть В каком виде она находится Какие запахи внутри Ну все Но как и все Наверное Мы выбираем Маслкары Автомобили наши мечты Да Ну много очень Видео В ютубе А сейчас мы посмотрим Вживую Реально Как это все выглядит На самом деле Какие автомобили Здесь находятся Они все открыты Можем смесить Посмотреть И это конечно Лучший способ Вот мы залазим Садимся в этот В этот мустанг Кожаный салон Весь грязный А вообще американцы Даже можно завести машину Ну-ка Ключи Ключи Прям здесь Висят Пристегнутые Надо выжить Да Димчик Не Ну что Тут все Вообще Аккумулятор сел Завел Ну вот Как-то так Такой комарик Последней модели Абсолютно разбитый Ухренящий И стоит парочка Вот такая история Интересно Я могу залезть? С другой стороны Я залез В большой джип Огромный Посмотрите У него стреляна Тая подушка Вот Джип здоровый Кстати Ключи Все стоят В замке Это просто Огромный Рэм Вот И это необычно Потому что Ты ощущаешь себя Как на каком-то Большом Большом Ну в общем Это Представьте себе Что вы залазите В детстве В какие-то гаражи Это очень прикольно Ощущения Очень прикольные Ты Ходишь Как будто бы По какому-то Абсолютно Средозволенному Пространству Смотришь Тачки Я могу сказать Для любого мужчины Это невероятный Экспириенс Потому что ты можешь Посидеть В абсолютно Любой машине Практически Любой комплектации С кожаным салоном Не с кожаным Завестись Если надо Посмотреть Покрутить руль Ну это как Офигенная Игра Для тебя Как офигенная Мужская игра Это просто круто При этом точную информацию Ты можешь здесь пробить Машин очень много С разными действительно Битостями Есть практически Нетронутые Есть сильно побитые Действительно Их надо смотреть Важен наверное момент Все таки С кем ты работаешь Через какого дилера Машинка Которая Jeep Cherokee Последняя Ну визуально Вообще Нет никаких Повреждений Но Смущает Опять же Только что Вообще Идеальном состоянии Просто В идеальном Давайте заглянем Заглядываем Здесь Влага Воняет Все В воде Вот Поэтому Это Явный Утопленник Вообще У меня Сейчас есть Идея Найти тачку Которую бы Которую бы Я вот реально Купил Тачку От которой Я бы кайфанул Вот Ну вот Круто Круто Прям Да И очень Хочется Это сделать Ну такая Съемка Сорян Вот На самом деле Американцы Засранцы Жесткие И Например Состояние Автомобилей Которые Ты смотришь Бывает Просто Удручающее Очень Важно Понимать Смотрите Вот Просто Забитая Пепельница Полностью С грязным полом Прожженным С какими-то Местами Где бухали Гуляли Ну Это Просто Есть Невероятный Трэш Вот Например Очень Прикольный Вариантик Вполне Неутопленник Вполне Ок В общем Достаточно Много Автомобилей Которого Среднего Класса И Они Все Есть В очень Хорошем Состоянии Все Очень Индивидуально Надо Выбирать Так Ну Как я и говорил Содача у меня Найти тачку Своей мечты Наверное Это Вот 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 Он Этот Красавчик Chevrolet Corvette Практически Нульцевый Что Смотрим У него Сдутое Колесо Блин Я даже Я даже Не вижу Ни одного Повреждения У него Если честно Но Всегда Это Очень Стремненько Потому что Вероятно Может быть Утопленник Ну Ладно Окей Залазим В наш Маслкар Да Слышим Бляха Невероятный Запах Какой-то Такой Стремный Очень Похоже На Утопленник Но Тачка Крутая Я Правда Не знаю Если Утопленник То Что 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 Может Быть Это Крутейший Chevrolet Camaro Охеренный Просто Супер Я Не знаю Какого он Года 2019 Восьмой Месяц Охрененный Красного Цвета Что Мы Делаем Такой Ситуации Мы Просто Записываем Вин Код Записываем Номер Фиксируем Смотрим На Сайте Вот Ну В принципе Мы сделали Надпись Блуд Я не знаю Наверное Это Утопленник Но В таком Состоянии Американцы Могут сдать Автомобиль На Капарт Вот Вы Видите Да Вот Где-то В таком Состоянии Но Это Их В принципе Темочка То есть Вполне Нормально Ну Брэйкс Я не знаю Залазим Уже Тут Кое-что Снято Не знаю То ли Перед Продажей То ли После Но Самое Интересное Что Сюда Не Разрешают Приходить С сумками Никакими Потому Что Вероятно Боятся Что мы Что-то Там Снимем И утащим С собой Сумки Все Оставляют На Проходной Получаешь Акредитацию Акредитация Получается Либо Через Сайт Ты Заходишь На Сайт Регистрируешься Оставляешь Там Копию Своей Drive License Либо Это Копия Паспорта Или еще Какого-то Документа И приходишь Сюда Называя Свой ID При Регистрации И Наверное Вероятно Этот ID Используется В дальнейшей Работе Если Ты Просто Пришел Можешь Оставить Свой Drive License На Входе Тебе Выдают Вот Такую Жилетку И С ней Ты Собственно Тусишь Здесь И Смотришь Но Ощущения Очень Прикольные Прикольные В том Что Я Реально Попал Как Большой Игрушечный Магазин В котором Я могу Потрогать Любой Руль Это Охрененно Честно Я Наверное Все мужчины Не наигрались Все в жизни Но Это Просто Круто Потому Что Ну Блин Какой Какой Автомобиль На Каком Поездить На Любом Сейчас Вот Смотрите Ford Edge Как Правило Она Всегда Идет Максимальная Комплектация Американцы Любят Максимальную Комплектацию Вот Я ее Сматриваю Ну Все Круто Классные Диски Охрененные Но Я Как Любитель Дисков Мне Именно Нравятся Такие Вот Залазим Вовнутрь Здесь Куча Кнопочек Как Обычно Смотрим Блин Оу Тут Охрененно Смотрите Тут Даже Часть Запчастей Которые Отбиты Онорамная Крыша Все Очень Очень Клево Хорошее Это Ну Вот Интересно Так Значит Здесь Ключа Нету Ключ Сорван Но Тут Кнопка Старт Стоп Куча Всякой Лобы Ебулы Вот Ну Круто Круто Короче Факт Первый Сюда Надо Приезжать С реальным Специалистом Сто Процент Который Точно Знает Который Сможет По Этому По Вин Коду Пробить Всю Историю Который Может Посмотреть Понять Это Утопленник Лет Я Сел В Камара Красного Цвета Он Охреневый Камару Красного Цвета Он Охреневый Ну Я Как Только Сел Я Понял Этот Запах Утопленник Ну Я Так Понимаю Что Если Ее Здесь Подготовили Она К тебе Дошла Во-вторых На Проверят Потом Выверят У меня Мысль Такая Как В каждом Бизнесе Который Со стороны Кажется Очень Легким Там Типа В Украине Много Компаний Которые Возят Машины Там Все Всем Занимаются На самом деле Это не так Просто Вот Смотрите Едет Вот Они Тачечки Новые Подъезжают Вот Она Битая Нормально Ночное состояние И вот Это Вероятно Со Страховой На самом деле Там Не только Со Страховой Там Дилерские Машины Там Разные Тачки В общем Лучше Пользоваться Услугами Профессионала Потому Что Здесь Очень Много Тонкостей От Выбора Машины До Ее Логистики Для Чтобы Она Доехала В Хорошем Состоянии Нужно Постараться Ну А первое Это Конечно Выбрать Хорошую Машину Тут Уже Нужно Пользоваться Услугами Проверенных Компаний Быть В машине Из-за Берега Сложно Сказать Сложно Но Того Красного Камара Я бы Взял Северская Мечта Я Купил Тобус По Белике Поздравляю Ваню Это Джейнл Модорс Серия Коч Тихо Субтитры создавал DimaTorzok